Из-за самоизоляции и закрытия границ России многие студенты Казанского федерального университета остались жить в общежитиях. Дабы помочь учащимся, ректор Ильшат Гафуров поручил провести акцию по раздаче продуктов питания иностранным студентам, оставшимся в общежитиях и не успевшим уехать домой. По инициативе ректора нашего университета Ильшат Равкадыча Гафурова, администрация университета совместно при участии общественных студенческих организаций объединения разрабатываются сейчас различные проекты в сфере поддержки иногородних студентов, которые на сегодняшний день остались в общежитиях нашего университета. Большое внимание уделяется иностранным студентам, потому что более 4,5 тысяч на сегодняшний день находятся в общежитиях университета. 14 апреля началась подготовка к раздаче продуктов, 15 апреля началась сама раздача. Несколько машин, наполненных картошкой, хозяйственными товарами и продуктами первой необходимости, приехали к зданиям общежития Казанского федерального университета, где началась раздача студентам. Сформированные раздаются продовольственные наборы и наборы средств личной гигиены и моющих средств. Также напомню, что приказом ректора университета была отменена оплата за проживание в общежитиях с 1 по 30 апреля для всех иногородних студентов. В ближайшее время администрация университета при участии общественных студенческих организаций и объединений будут приняты и реализованы еще ряд социальных проектов, которые будут направлены на оказание помощи и на поддержку иногородних студентов нашего университета. Три пакета в одни руки. В одном картофель, в другом макароны, рис, чай, масло. В третьем бытовая химия. Раздачей занимались сами студенты. Они носят пакеты из машин и раздаются у нас сокурсникам и одногруппникам. Я рада, что у нас руководство заботится о студентах. И я считаю, что это прекрасная инициатива для того, чтобы помочь студентам дольше сидеть дома и не выйти на улицу. Я считаю, что это хороший шаг от университета. Помощь социальная для студентов. Несмотря на то, что есть ребята, которым и сложно, может быть, в некоторых ситуациях, в некоторых может быть хорошо, но такая помощь – это хороший случай. Это очень хорошее. Мы даже не думали об этом, но спасибо, что такое возможность сделать для студентов. А так вообще тяжело было эти дни на карантине? Ну, да. Ну, немножко, да, тяжело. Как сказали студенты, получившие наборы, они очень рады тому, что университет не оставил их в эту трудную минуту. Это на самом деле очень классно, потому что некоторым студентам просто, у некоторых студентов нет возможности выйти куда-либо. И поэтому, получается, еда приехала к ним на дом. Мне, например, как корейцу очень сильно нужен был рис, я его не мог найти в магазинах. Я увидел, что тут есть рис, и очень хорошо. Теперь сегодня будет что поесть. К слову, на раздаче присутствовал сам ректор Лешат Гафуров. Он пожелал здоровья и удачи каждому студенту в это непростое время. Самое главное – кушать и выдержать, чтобы не болели. Давайте. Пока что это только начало раздачи продуктов студентов. Такие акции будут проводиться до окончания режима самоизоляции для поддержания проживающих студентов, в числе которых немало иностранцев. Ну, и сказали, да, каждую неделю, в течение недели по несколько раз. Ну, разные будут. Ну, ладно, что же поделаешь, что есть? Поддержка. Напомню, что ранее ректор Лешат Гафуров поручил также снизить цены на 50% на товары личной гигиены в магазинах, расположенных на территории деревни Универсиады. Лев Диденко, Ленарда Влетьяров, Универньюс. Лев Диденко, Лев Диденко, Лев Деменко, Лев Дин Ори, Универсиады.